МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Руслова. Здравствуйте. В Нижней Пёше в связи с высоким порогом заболеваемости коронавирусной инфекцией на карантин закрыли участковую больницу. По-прежнему на карантине находятся все жители деревни Лабожская. Всегда на готове. 6 октября по всей России прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Ненецкий автономный округ не стал исключением. Вопреки всем трудностям в нашем эфире расскажем о Нарьинмарце-фермере, который держит около 200 различных животных. В Нижней Пёше в связи с высоким порогом заболеваемости коронавирусной инфекцией на карантин закрыли участковую больницу. По-прежнему на карантине находятся все жители деревни Лабожская. Неблагоприятная эпидобстановка еще в трех населенных пунктах округа В Великовисочном, Пылемце и Хангурее. Начиная с конца сентября жители Нижней Пёши бортами санавиации в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 начали доставлять в стационар Ненецкой окружной больницы. Всего в этот населенный пункт выполнено 4 санитарных рейса. Госпитализировано 4 человека. На амбулаторном лечении в Пёше под медицинским наблюдением находятся 11 человек, из них двое детей, в том числе один ребенок грудничкового возраста. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в целях недопущения распространения коронавируса среди населения было принято решение о закрытии на карантин местной участковой больницы. По-прежнему на карантине деревня Лабожская. И как долго он продлится, медики сказать не могут, поскольку карантин можно снять спустя две недели после выявления последнего случая заболевания ковидом. В настоящее время амбулаторное лечение в Лабожском получают 22 человека. Состояние заболевших удовлетворительное. Еще 12 деревенских жителей получают лечение в стационаре Ненецкой окружной больницы. Их доставили в Нарьинмар бортами санавиации. В целом по округу от ковида лечится 207 человек. Из них 10 новых случаев заболевания выявлено за последние сутки. Стационарное лечение получают 47 человек, амбулаторное – 160. Как сообщили в департаменте здравоохранения, в ковидном отделении Ненецкой окружной больницы развернуто 50 инфекционных и 9 реанимационных коечных мест. По состоянию на 6 октября в Ковидарии занято 45 инфекционных и 5 реанимационных мест. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 984 человека. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу. По короткому номеру 122. Губернатор Ненинского автономного округа и генеральный директор общества «Русхим» подписали соглашение о взаимодействии в области социально-экономического развития региона. Встреча состоялась на полях Петербургского международного газового форума. Речь идет о сотрудничестве в рамках реализации на территории региона крупного проекта по разработке Кумжинского и Коровинского месторождений и проектированию завода по производству метанола и терминала по его отгрузке. Мы, конечно, очень хотим, чтобы наш округ приобретал от этого проекта, чтобы появлялись новые рабочие места, чтобы появлялись новые налоговые поступления в окружной биржет, и тогда мы сможем реализовывать социальные проекты, строить детские сады, школы. Но для нас очень важно, чтобы все это было не в ущерб природе. Поэтому отдельным пунктом мы определили на всех этапах экологическая экспертиза. Плюс к этой экологической экспертизе, я считаю, что надо будет прикрутить еще и общественное наблюдение экологов, общественников, чтобы это было не намылено, а максимально прозрачно. Как отметил Юрий Бездудный, за этим документом более 200 миллиардов рублей инвестиций и налоговые поступления в бюджет округа. Новые рабочие места компания уже зарегистрирована в нашем округе. Это было изначальным требованием к инвестору. На этапе строительства завода компания откроет 5000 рабочих мест. Кроме того, стороны договорились о привлечении к проекту местных подрядчиков. Малый и средний бизнес для выполнения различных работ от изысканий и строительства до поставок и пищевого обеспечения, оборганизации опережающего профессионального обучения, о помощи компаний в энергообеспечении сел, на территории которых будет размещено производство. Всегда на готове 6 октября по всей России прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Ненецкий автономный округ не стал исключением. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Подробности у Катрины Тайбарей. Стоны и крики о помощи доносятся из перевернутой машины в районе реки Петомбой. Вследствие взрыва газовой трубы произошла автокатастрофа. В результате 10 пострадавших, трое погибших. Такова легенда штабных учений МЧС России, которые сегодня проходят по всей стране. Подготовка пожарно-спасательных подразделений – это одна из основных задач гражданской обороны и подготовка населения к действиям в нештатных ситуациях. Соответственно, тренировки надо проводить ежегодно. Соответственно, это приводит к соответствующему уровню. Это приводит к готовности населения и приводит к готовности пожарно-спасательных подразделений для реагирования на возникающие черчайные ситуации. На месте условной ЧАЭС силы и средства гражданской обороны отработали действия по локализации и ликвидации аварии. Основные задачи – достать пострадавших из транспортного средства и не допустить утечку топлива и его дальнейшее воспламенение. Сейчас работа была с гидравликой, эвакуация двухсотого. Мне кажется, что по ситуации был взрыв какой-то, и мимо проходящей машины они от этого взрыва перевернулись. Каждый год меняются вводные обусловленные чрезвычайные ситуации. Таким образом, отрабатываются все возможные на территории Ненецкого округа виды происшествий. В рамках учения в 2021 году были привлечены волонтеры, которые ранее проходили курс добровольного спасателя. Я была тяжело пострадавшей. У меня было сломано бедро. Я не могла шевелить никак. Мне было очень тяжело. Надо было встать в какую-то позу тяжелую, чтобы меня смогли вытащить из машины. Также в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне проверена готовность систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, готовность защитных сооружений гражданской обороны и готовность пунктов временного размещения населения. С начала года автопатрули Росгвардии 710 раз выезжали на помощь гражданам, обратившимся в дежурную часть окружной полиции. Ежедневно на охрану спокойствия жителей округа и правопорядка на улицах заступают автопатрули Росгвардии. Перед выездом на дежурство группы задержания в неведомственной охране проходят тщательный инструктаж. Личный состав и технику проверяют на готовность незамедлительно прийти на помощь людям и защитить охраняемые объекты. К слову, под круглосуточной охраной Росгвардии в регионе свыше 200 организаций важных государственных объектов и мест хранения имущества граждан. С начала года автопатрули осуществили свыше тысячи выездов на различные происшествия. Более 700 раз автопатрули в неведомственной охране Росгвардии выезжали на помощь гражданам, обратившимся в дежурную часть окружной полиции. Группы задержания отработали свыше 500 сигналов тревога поступивших с охраняемых объектов. Выявили, пресекли на улицах Наринмара и поселка Искателей более 400 административных правонарушений. Оказали содействие в раскрытии по горячим следам четырех преступлений. В управлении Росгвардии по Ненецкому округу подчеркивают, что жители региона всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны. В холодное время года особенно важно сообщать о нахождении на улице нетрезвых граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться. Бездействие окружающих может обернуться для них серьезными проблемами со здоровьем и даже гибелью. Изменение климата – миф или реальность сегодняшнего дня? Этой теме сегодня уделяется все больше внимания как в мировых, так и в федеральных и региональных СМИ. Вопросом освещения изменения климата посвятили пресс-тур по Мурманской области. Алина Ваучейская продолжит. Полина Герасимова сегодня принимает гостей издалека. В поселок Лопарское приехали журналисты из Ненецкого округа, Карелии и Архангельской области. Представительница народа Саами рассказывает о том, как ее семья ведет быт. В хозяйстве кролики и восемь оленей. Корм для рогатых животных семья Полины собирают вручную. Выезжают в тундру и отбирают влажный ягель. Вывозить оленей не рискует. В последнее время в тундре стало много мусора. Для оленя проблема в том, что если он съедает, а он не может отделить часть мусора от еды, его пищеварение, к сожалению, не справляется. Я не буду говорить, что один фильтр – это смерть одного оленя, но в целом это большая проблема. И, конечно, когда идет просчет, лениводы всегда отмечают падеж голов, но мы не можем уже констатировать конкретную причину. Но одна из них, конечно же, это вот эта. Об изменениях климата в Мурманской области говорят уже несколько лет. И небезосновательно. Погода стала непредсказуемой, а на арктических землях появились несвойственные для этих краев растения. Об этом участники пресс-тура узнали в Полярно-арктическом ботаническом саде-институте, который расположен в Кировске. Здесь, на вершинах Хибин, еще 10 лет назад была голая тундра. Березки росли лишь местами. Если смотреть архивные фотографии, в Ботаническом саду такие фотографии есть. Видно, что пояс березовых криволезий и лесной пояс в Хибинах значительно поднялся. Ученые доказали, что древесный ярус в Хибинах поднялся на 50 метров вверх за последние 100 лет. Изменения экологии и климата складываются из многих факторов, в том числе и человеческого. Однако, как заявляют некоторые ученые, глобальное потепление и смещение полюсов – явления цикличные. Такой позиции придерживается Денис Моисеев. Много различных точек зрения существует. Каждое свое обоснование выдвигает. Мы придерживаемся того, что все-таки изменение климата носит циклический характер. И вот вопрос в том, какой вклад носит именно антропогенная составляющая, содержание того же СО2, он остается открытым и требует отдельного изучения, причем на основании реальных данных. То есть, мы вышли в море, если касается наших исследований, получили реальные данные. Об изменениях климата сегодня говорят и в мировых, и в региональных СМИ. Но как подать столь неоднозначную тему читателю или телезрителю, интересно и доступно. В рамках пресс-тура журналисты из России и Швеции встретились на онлайн-площадке для обсуждения этого вопроса. Ну, конечно, мы тут обмениваемся с коллегами темами, которые приходят, когда мы эту тему изучаем. Мне очень понравилось, как шведские коллеги, у них была идея поговорить с местными рыбаками там в Швеции. Я подумала, что у нас то же самое можно, потому что эти люди, которые каждый год выходят, они видят, как лед тает, как ведет себя рыба. И вообще это классная, мне кажется, мысль. Пресс-тур об изменениях климата был организован неформальной ассоциацией «Баринс Пресс». Она включает в себя журналистов северных регионов четырех стран. России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Семинары и пресс-туры ассоциаций помогают пишущие братья общаться и обсуждать вопросы освещения схожих тем, жизнь коренных народов, экологию и изменения климата, а также другие. «Баринс Пресс» – это про сотрудничество журналистов, а не про то, чтобы только узнать какую-то проблему или о каком-то моменте. Поэтому наша задача была, несмотря на закрытые границы, свести журналистов разных стран, в данном случае России и Швеции, чтобы они совместно обсудили именно журналистский вопрос работы над таким большим глобальным вопросом, как изменение климата. Не секрет, что наши зрители и читатели, как и зарубежные, не любят читать на эту тему. Это всегда плохие новости, это всегда уровень воды повышается, ледники тают, это надо что-то делать с собственным стилем жизни и так далее. Наша задача была найти какие-то, чтобы журналисты совместно нашли какие-то точки о том, как писать об изменении климата так, чтобы об этом было интересно читать, и как заинтересовать читателей в регионах, на местах в этой повестке. В планах у «Баринс Пресс» продолжить проведение подобных семинаров и пресс-туров. Организаторы с нетерпением ждут открытия границ, чтобы встречи журналистов из северных стран, как и до пандемии, проводились в очном формате. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», город Мурманск. Вопреки всем трудностям, наш следующий сюжет о нарьянмарце-фермере, который держит около 200 различных животных. Сергей Семяшкин решил возродить дело своих предков. Однако столкнулся с финансовыми трудностями. Наталья Дуркина продолжит тему. «Вот таких красавцев мне подарили. Первокотка, Милка». Этим малышкам несколько суток, а они уже резво бегают и осматривают свой новый дом. Фермер Сергей Семяшкин сам принимает роды у своих питомцев. Это не первый приплод. Не так давно свинья принесла в хозяйство еще девять поросят. Всего в хозяйстве фермера более двухсот голов. Здесь конь, козы, козел, бык, корова, свиньи, перепелы, куры, утки и гуси. Здесь три гуся. Они сейчас помылись. Утки ходят и куры. У них там дом. Там дальше видите отверстие. И они ходят туда-сюда. На ночь они сами заходят. А днем они здесь выгуливаются. Принимают воздушные ванны. Тут у них есть мини-бассейн. Три года назад Сергей Семяшкин начинал свою фермерскую деятельность с семи кур и одного петуха. Со временем хозяйство увеличивалось. Тогда и начались первые проблемы. Не стало хватать средств на корм животным. Сергей обращался в банки, брал кредиты под высокие проценты. Бесплатных денег не надо. Просто достаточно льготных кредитов. Банки не дают. Сразу же предупреждаю. Льготные кредиты, чтобы можно было закупить. Корма, тоже материалы, оборудование. И можно спокойно жителей города снабжать натуральными продуктами. Сергей Семяшкин обращался в различные инстанции. Готов был оформиться как индивидуальный предприниматель. Однако и это не помогло. Была бы разработана система той же льготного кредитования. Проблем нет. Мы не просим бесплатно денег. Мы просим. Ребята, дайте, мы вам отдадим на льготных условиях. Все. Вот это проблема. То, что сегодня я развиваюсь и другие развиваются. Но это не благодаря, а вопреки всему. То, что пользуется продукция спросом, да. То, что сейчас в свете ковида, вот этого заболевания, ковид этот, люди переболевают, им надо восстанавливаться. Здоровье подорвано. Соответственно, там улечение проходит. Им надо восстановиться. Но чем восстановиться? Восстанавливаются нормальные качественные продукции. Козье и коровье молоко. Яйца куриные, утиные и перепелиные. Все идет на продажу населению. Вот она. Только что снесла. Сергей Семяшкин не сдается. Фермер находит новые пути доставки корма и сена в регион. Так как здесь, признается Сергей, цены уж больно высокие. Сена здесь нам невыгодно закупать в округе, в Наринмаре. Я, конечно, благодарен опытным производствам хозяйства ПХ, что они в свое время меня выручили. Но по той цене, которую сегодня они реализуют, я просто обратился к частникам в Коми СССР. И они мне доставили. Все. По другой цене. И сена, качество. И то, что меня устраивает. И то количество, которое мне сегодня необходимо. Есть выход. Грантовая поддержка «Агростартап». Однако там прописаны условия. Получить его может гражданин, который постоянно проживает в сельской местности, в том числе в поселке Искателей, и намерен заниматься сельским хозяйством. Из окружного бюджета сельхоз товаропроизводителям молочного животноводства предоставляется субсидий по нескольким направлениям. Основная господдержка – это субсидии на один килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока по ставке 58 рублей за один килограмм. Также частично размещаются затраты на производство мяса крупного рогатого скота. И отдельное хозяйство, надое у которых не снижались на протяжении последних пяти лет, получает поддержку из федерального бюджета. На данный момент в оформлении документов фермеру могут помочь специалисты Центра компетенции сельхозкооперации. Сергей Семяшкин продолжает свою деятельность вопреки всем вызовам. Кстати, после завершения съемок этого материала в хозяйстве Сергея прибыло. Как говорится, добрый знак. Наталья Дуркина, Луислав Носкин, Телеканал Север. Накануне свой профессиональный праздник отметили представители одной из самых важных профессий учителя. Волонтеры Всероссийской акции «Мы вместе» поздравили преподавателей с праздником. Поздравлением сотрудники регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания совместно с волонтерами были организованы акции по случаю праздника. Это оффлайн и онлайн флешмобы «Мой любимый учитель», в котором жители и гости региона поздравляли своих преподавателей как в социальных сетях, так и при личной встрече. Также проходила оффлайн-акция «Звонок для учителя». Ее суть заключалась в том, что мы подходили на улице к случайным прохожим и предлагали на камеру позвонить и поздравить своих преподавателей. Также добровольцы Всероссийского движения «Мы вместе» посетили ряд городских школ и поздравили преподавателей. Помимо учителей, волонтеры навестили почетного работника образования ветерана педагогического труда Зою Афанасьевну Помазан. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами.